Я хотела спросить... Вы слышите меня, да? Да, да, Владимир, у меня такой вопрос. Я хотела задать вам вот один вопрос. Здравствуйте, я по такому поводу... Каждый понедельник. По сути вашего вопроса первое... Пожалуйста, да, ответьте на вопрос, почему такой закон принес? Это уже не соблюдение строительных нормативов в 10 утра. Господин Сидорко, не могли бы вы разъяснить проблему проверки счетчиков? Здрасте, вот вопрос такой, у нас два подвала идут параллельно, да? И два входа в них. Обстоятельные ответы... А как? Вы не могли бы нам посоветовать... Я могу очень коротко сказать, что... Некоммунальные вопросы. Очень сложные вопросы. Это вопрос, наверное, не дома управления и даже не жильцов. Я понял вопрос. Спасибо. В законе написано очень четко. Председатель правления центра собственников квартир Сергей Сидорко. Вопрос у меня был господин Сидорко. Я могу его задать? Не было ни одного случая, когда долги приступили. У меня к вам вопрос. А к кому вы хотите предъявлять претензии? В программе «Добро пожаловаться». Ну, таков наш закон. Здравствуйте. Всем доброго дня или доброго утра. Кто только что проснулся, начинается программа «Добро пожаловаться». И вместе с нами на ваши вопросы будут отвечать наши уважаемые эксперты. Это председатель правления Товарищества Центр консультации собственников квартир, председатель кооператива БАК-2 Сергей Сидорко. Доброе утро. Здравствуйте. И эксперт с опытом организации, руководства частных и муниципальных домоуправлений, в том числе и РНП, Айвер Гонтарев. Здравствуйте. Доброе утро. Я напомню наши каналы связи. 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9. Это телефоны прямого эфира. Звоните смело. Или пишите. Пишите на WhatsApp. 2-3-0-6-1-9-1. 2-3-0-6-1-9-1. Это удобно, потому что мы можем тогда спокойно прочитать вопрос, озвучить его в эфире в тот момент, когда нам это будет более удобно. Итак, сначала вопросы, которые остались вот с прошлой недели. Как раз они пришли у нас на WhatsApp. Мы не успели на них ответить. Вопрос первый. В какой мере владелец квартиры многоквартирного дома несет ответственность за состояние скрытых инженерных сетей в объеме его квартиры в случае аварии? В этой инженерной сети владелец квартиры обязан обеспечить беспрепятственный доступ к этим коммуникациям для производства своевременного осмотра и ремонтных работ. Это его обязанность по отношению к общей части имущества дома. Он не отвечает за их состояние именно общей части. Он должен обеспечить возможность регулярно осматривать эту общую часть и должен обеспечить возможность незамедлительно сделать ремонт при такой необходимости. Но сам он туда залезать, что-то там подкручивать не должен? Нет. Нет, конечно, если это не очевидный такой случай, в принципе не должен. По крайней мере, вмешиваться, менять материалы, перестраивать он не имеет. Я с соответствующим согласовываю. Ну и в случае аварии, опять-таки, если... Вот авария происходит в многоквартирном доме, и эти инженерные сети находятся вроде бы в пределах его квартиры. Но, опять-таки, он в это не вмешивался. Нет, на самом деле, давайте мы разделим два случая. Значит, если есть авария, то любой, как при любой аварии в любом месте, обязанность любого человека, ну, в пределах возможного, не нарушая правил безопасности, не подвергая себя опасности, ну, сминимизировать случай аварии. То есть, если вы можете где-то там, что-то там чем-то замотать, если вы можете что-то чем-то заткнуть, никто вам этого не запрещает, это только приветствуется. Это минимизирует свойства. Но на самом деле есть и опасные моменты, тогда желательно все-таки дождаться аварийной службы. Вот еще, значит, пришел такой вопрос. Вам не кажется, что все направлено на то, чтобы владельцы квартир все ремонтировали сами своими руками и даже не согласовывали с управляющими компаниями? Зачем тогда нужны управляющие компании, если в них работают некомпетентные люди? Почему нельзя обойтись без управляющих компаний? И вообще, кто их сертифицирует? Тут, ну, много вопросов. Ну, начнем с самого простого. Сертификации, как таковой, нет. Есть в законе об управлении жилыми домами профессиональные требования к управляющим или управляющей компании. Соответствует ли эта компания выдвинутым государством определенным критерием или нет? Соответствует ли она по своей профессиональной подготовке и тому, что требуется со стороны закона? Об этом вы можете посмотреть. Есть в электронной системе БИС, Тубовный ЦИБС и Информативный Систем. Значит, там есть регистр управляющих. И все, кто компании, частные лица, которые обладают достаточным опытом и имеют соответствующее образование и соответствуют критериям управляющего, они все там зарегистрированы. Дальше выбор за вами. Вы можете выбрать человека или компанию, которая там зарегистрирована, а можете выбрать не зарегистрирована. Это ваша ответственность. Далее, зачем нужны управляющие? На самом деле, управление домом, ведь управляющие управляют не ваши квартиры, управляющие управляют общей части имущества, которые человек как индивидуум, собственник как индивидуум, сам по себе не может осуществить эти действия. Это коллективные действия. Кто-то должен быть, неважно, это будет юридическое, физическое лицо, но кто-то должен от имени всех собственников делать определенные телодвижения. Определенные движения по части обеспечения коммунальными услугами, организации финансового потока и так далее. Относительно того, что кто-то там вас заставляет самостоятельно ремонтировать, есть четкое разделение, что есть ваше, что есть общая собственность. Скажу еще раз, ваша собственность в части коммуникации начинается от крана, которым эту коммуникацию можно отключить от общего стояка. Вот дальше вся разводка – это ваше. А все, что до этого крана, включая этот кран, это общая часть имущества, и это должны содержать и ремонтировать собственники коллективно. И это свою функцию, они делегируют управляющим, передавая ему право и обязанность содержать в порядке общую часть имущества. Ну, так я отвечу. Может быть, слишком сложно. Другого придумать не могу. Потому что даже я скажу так, если вы хотите отремонтировать у себя стояк квартиры сами, вы можете это сделать без всяких напряжений от пола до потолка. А перекрытие и переход в соседнюю квартиру уже не в вашей власти. И поэтому, собственно говоря, что вы это делали в ремонт, что нет, это не имеет значения, потому что коммуникацию надо менять по всей. Вот если мы говорим, например, про места общего пользования, ну, такие, как лестничная клетка, там, подъезд и так далее, вот здесь ремонт каким образом проще, значит, осуществляется? Нужно ли это согласовывать с управляющей компанией, если, может, там инициативный дом, там, собрали, не знаю, там, с подъезда, организовались все? Я могу ответить так. Если есть желание ремонтировать места общего пользования, то их можно ремонтировать согласно закону за деньги дома, то есть за счет накопительного фонда, в том случае, если принимается решение о ремонте всех таких мест одновременно в доме. Допустим, если дом пятиподъездный, то принимается решение о ремонте всех пятиподъездных. В противном случае это дело частного подъезда, но, отвечу по-другому, закон не запрещает собственнику своими силами, своими там, советствами и возможностями участвовать, в том числе и в ремонте дома. Это никем не запрещено. Если, я условно скажу, собственники квартиры отдельного подъезда соберутся, решат сделать ремонт в своем подъезде, при том, что дом отказывается целиком, то они вполне это могут сделать отдельным решением. Пожалуйста. Ну, скажем, там где-то, не знаю, там стенку подкрасить, там где-то что-то обновить под это... Начинают подкрасить стенку, кончая тем, чтобы провести капитальный косметический ремонт, если можно такое соединение софт, то есть полный косметический ремонт подъезда. Да, могут, почему нет? Все мы можем ремонтировать свои квартиры, почему мы не можем ремонтировать свой подъезд? Ну, вот тут часть вопроса, можно ли обойтись без управляющей компании? Может ли дом, например, сам решать все вопросы без управляющей компании? Ну, как он будет решать? В общем, собрание. Ну, значит, не, ну, хорошо, а дальше? Как он будет выполнять? Тоже весь, все 60 собственных по квартиру побегут заключать договор на поставку тепла в ЕГС. Понимаете, там начинается масса вопросов, я отвечу по-другому. Все, кто задает такие вопросы, должны прочитать закон об управлении живого фонда, там есть такая статья 6, часть 2. Второе. Обязательные действия по управлению живого фонда, она не очень длинная. Что должен сделать собственный? Собственник должен осуществить обязательные действия, очень кратко. Первое. Это содержать дом в чистоте и соответствующем санитарном состоянии. Второе. Он обязан обеспечить непрерывную работу всех коммуникаций, поставку всех основных услуг. Третье. Он обязан обеспечить финансовые потоки и финансовые учеты. Четвертое. Он обязан обеспечить физическое и юридическое сохранение дома как такового. Это обязанности собственника квартиры. Ну вот теперь возьмите и каждый на себя примерьте, как вы коллективом 60 человек будете это обеспечивать без какого-то одного человека. То есть, ну или группы людей, которые вы доверите финальное выполнение функций. Как только вы доверите это кому-то или какой-то группе людей, неважно откуда они, из дома, из космоса или из управляющей компании, это уже эти люди становятся управляющими. Ну или стопроцентно всем коллективам ходить по всем инстанциям. Пока последний не подпишет, не будет текла. Пока последний не подпишет, не будет ремонт и так далее. То есть, отвечу так, фактически это невозможно. Но я думаю, он может добавить. Ну, можно ли? Конечно, можно. Можно ли не ходить к зубному? Конечно, можно. Можно ли себе лечить зубы сами? Конечно, можно. Это же выбор каждого из нас, да? Но мы же сами себе, наверное, не можем там сделать рентген сами себе, да? Потому что у нас такого аппарата нет, да? И разобраться в том, будут ли какие-то какого-то рода компликации после того, как вырвать самим себе зуб. Да, ну то же самое, если мы говорим про отрасль как таковой. Можно ли без управляющих? Да, конечно, можно. Могут ли сами собираться, да, там что-то решать? Конечно, можно. Просто есть вопросы, в которых вот мы видим. Люди жили и не тужили. Пока все тихо, спокойно. Они могут как-то собираться и могут все решить, да? Проблема начинается, когда... Начинается проблема. Когда-то она не понимает, почему, что, откуда появилось, почему эта проблема вообще родилась. То есть, ну, есть разные профессии. Управляющая – это тоже профессия, да? То есть можно быть кем-то, можно быть профессиональным управляющим, да? И как раз-таки функция профессионального управляющего – видеть дальше, да, и видеть то, что... И знать то, что не знает простой пользователь квартиры, да? И подсказывать людям, что, ребята, вот сейчас нужно это делать, сейчас нужно это делать, сейчас нужно про это проголосовать. Сейчас нужно про это подумать. Это есть функция. Где готовят вот этих управляющих? То есть, ну, есть ли какие-то, не знаю, учебные заведения, которые готовят людей, но которые затем после этого могут стать работать управляющими? Конечно, конечно, есть две стадии, две степени, это так называемые, я не знаю даже, как на русский язык перевести, парзенец, но, то есть, это типа техника по дому управления, он может управлять там ограниченным количеством. Не домов, ну, у него есть свои ограничения, есть управляющие четвертого уровня. Готовятся такие специалисты по специальной программе, они готовятся в юридических колледжах, насколько мне известно, есть еще специальные пятого уровня управляющие, готовят в университете. Все это есть. Все это есть. Нету проблем. Ну, то есть, мы, я думаю, ответили нашим слушателям на вопрос, вот, почему вот управляющая компания не нужна и как работают управляющие, кто их готовит. Еще один вопрос. Существует ли сейчас госприемка новых домов и жилых строений? Ну, вообще-то дома вводятся в эксплуатацию. И жилые, и нежилые дома, они проходят очень, ну, если мы говорим с юридической точки зрения и технической точки зрения, то любой объект начинает существовать с момента, когда дается, ну, вовный цебоседцевый, то есть, это план или задумка на строительство, так в вольном переводе. С этого момента, после этого идет проектирование, проекты утверждаются, потом идет фаза строительства, потом происходит сдача объектов в эксплуатацию, где проверяется полное соответствие зданию, заданию, проекту и требования там массы вещей по энергетике, по защите окружающей среды. Так что, да, все здания сдаются в эксплуатацию, при этом проходит тщательная проверка. Здесь нет такого. То есть, это подозрение, то, что можно так вот сдать жилое строение без надлежащей проверки, это, скорее всего, такие... Я бы ответил так, без таких документов, которые подтверждают, что была надлежащая проверка, сдать в эксплуатацию невозможно. Я напомню, что можно писать ваши вопросы на WhatsApp 2-3-0-6-1-9-1 или звонить в прямой эфир 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9. Программа «Добро пожаловаться». Сергей Сидорко и Эвр Гонтарев отвечают на ваши вопросы. Ну и в прошлый раз мы говорили про полотенцесушителей, и тут прислал нам слушатель вот такой вопрос. Что делать, если полотенцесушитель подключен так по проекту, что греет он только в отопительный период? Ну, есть такие проекты, да. Это старые дома, в основном это дома еще где-то после 1955 года постройки, до 60 какого-то, где полотенцесушители подключены к системе отопления. Если вам не хватает тепла в летний период, то, по всей видимости, нужно решать другими средствами подогрева. Или электрокалорифики, или что-то, нечто подобное. Такие дома есть. Там нет системы циркуляции горячей воды, поэтому горячая вода подается отдельно, а полотенцесушитель работает, система... Ну, это такого уровня комфорта здания, больше ничего не могу сказать. Ну, то есть в этом это допустимое... Это было заложено, и если люди хотят от этого избавиться, нужно делать проект и делать другую систему горячего наслаждения. Ну, всему дому тогда получается. То есть отдельный человек не может этого... Конечно, конечно. Ну что же, продолжим программу «Добро пожаловаться». Вот мы сейчас видим, что, с одной стороны, правительство озабочено получением зелёной энергии, а с другой стороны, судя по каким-то мировым событиям, мы видим, что отказ от природного газа, в частности, из России, может быть довольно болезненным испытанием. И вот как сочетать вот эти две тенденции? С одной стороны, больше использовать солнечные батареи для снабжения электроэнергии, коммерческих целей, ветряки и так далее. Но если это не сможет обеспечить такой вот стабильного потока электроэнергии, не приведёт ли это к каким-то проблемам и в отопительный сезон, и вот насколько, может быть, здесь может это решиться путём перераспределения средств из еврофондов, какие-то вот, может быть, можно надеяться на какие-то получения денег из пандемийного фонда для нашей страны, ну и, в частности, вот для, дальше для домохозяйств? Я не знаю, по-моему, результатом зелёной энергии, движения к зелёной энергии может стать то, что мы сами позеленеем всякую энергию. На самом деле, я не очень понимаю, какие там проблемы с поставками, насколько я наслышан, и то, что там говорят даже официальные лица в Евросоюзе, никаких сокращений поставок со стороны России нет, и проблемы, по всей видимости, где-то в другом. Не в том, что там не хватает газа, проблема в другом, и началась она немножко раньше, чем начались разговоры об отказе от газа. Я вижу, что здесь какой-то очень серьёзный кризис, потому что цена, которая предлагается с 1 апреля по 250, ну, 2500 евро за кубометр газа, ну, это вообще запредельно, то есть, на самом деле, это делает газ практически недоступным, учитывая, ну, допустим, если мы говорим про Латвию, в Латвии энергия, в основном, электроэнергия базово получается из газа, то, значит, скоро нам будет недоступно финансово для того хозяйства, не только газ, но и как средства для отопления, так и электроэнергии, как средства вообще. Потому что это, по-моему, тут что-то другое. Я бы не сказал, что это какие-то глобальные просчёты, которые привели к энергетическому кризису. Это глобальные политические игры. Ну, игры, просчёты, потому что, когда ставят ветвяки, никто не думает, что... Ну, я прочитал одну стадию, если есть время, могу сказать, очень интересно. Для того, чтобы на средней электростанции сделать запас энергии с целью работы 2 недели, достаточно куба угля размером 35 на 35 метров. Или же... И это стоит где-то там вместе с углём где-то там десяток миллионов евро такой запас. Вместе со всем оборудованием, складом и так далее. Или же нужно построить аккумулятор аналогичной ёмкости, который стоит где-то 200 миллионов. Вот и вся зелёная энергия. То есть она ветряк, он работает. Пока он работает, он классный. Ничего сказать. А как только он начинает вырабатывать ту энергию, и которую в данный момент нельзя потребить, то её в запас отправлять нет. Вот в этом и проблема. С этим, по-моему, и столкнулись. И вообще вот эта вся газовая эпопея, насколько мне помнится, началась не с газа, а с электроэнергии. Потому что очень много электрических мощностей, которые имели такие возможности запасать в виде либо запасов газа, либо угля, либо жидкого топлива, были остановлены, ядерные станции были остановлены, потом стало не хватать в моменты пика электроэнергии. Как это будет решать правители? Я не знаю, какими дотациями можно решить четырёхкатые, десятикратные или двадцати уже кратные повышения цен на газ. Какими дотациями можно это решить? Здесь, наверное, можно отделить вопрос газа, потому что в Латвии нет своих возможностей добывать газ. Но то, что Сергей уже сказал, что поставка газа-то не прекращалась, то есть она не уменьшалась. Всё остальное, это прыжки по бирже, это политика. Просто политика. Кто-то с кем-то не договаривается, договаривается, и друг другу просто гайки выкручивается. Просто эти гайки выкручивания идут на мировом уровне, и астрадам из этого мы. А про электроэнергию я уже высказывал, с электроэнергией это упущение латвийских политиков. Так как я в этой сфере тоже работаю, и до сих пор для масштабного производства электроэнергии в Латвии никакого супорта с государства нет. Вот я вам могу заверить. Потому что у меня в разработке три больших проекта, в общую слои где-то на 100 миллионов, никакого абсолютно поддержки государства нет. Просто это двигается на энтузазме и на инвестициях из других стран. С Латвией в это не вкладывай. Наоборот даже мешает. Сейчас они просто сами поняли, что упускают эту возможность. И мне уже в трех тоже проектах Латвия Энерго перекупает земли за завышенную цену, только чтобы быть быстрее нас. Потому что кто-то, наверное, из министров сказал, что нужно идти в эту сторону. Ну, это поздно. Они реализуются через два года. И в этом уже два года. То есть еще раз никакого поддержки из государства нет. Сейчас они опомнились, но сейчас уже поздно. Мы слышали год, два и три обратно, как политическими решениями закрывали возможность устроить те же самые ветряные парки. Это было политическое решение каждого самоправления. Сейчас министр экономики опомнился и показал, ой, я этим владелецом, руководителем самоправления. Что ж вы надели тогда? Ну, а где же ты был тогда? Где же ты сам смотрел? Потому что это все же стратегические такие вещи, и их нельзя оставлять только на голосование. Нравится или нам не нравится. То есть это есть необходимость для государства. И я уже не говорю про поддержку какую-то из государства. Ой, как красиво прошло. Ох, и мы все платили, да? А там, где вот реально вот сейчас, ну уж, да, вне зависимости от электроэнергии, зеленой электроэнергии, никакой абсолютно поддержки нет. Да, запустили там, запустили на частные дома. Сейчас, в прошлой неделе. Да, буквально. Вот программа. Что это спасет? Ничего это не спасет. Это просто вот дает удочку, чтобы успокоить умы людей. То, что кто хочет. Вот у вас есть какая-то маленькая, теоретическая, мизерабельная возможность. Но для каждого человека отдельно это все же большие вложения, 20-30 тысяч, с которыми, да, ты там можешь какую-то часть получить обратно. Да, но на уровне государства, вот на уровне масштабных какого-то рода проектов это ничего не меняет. Вот я вам, я в этой сфере, еще раз ответственно могу заявить, никакого, никакой поддержки государства до сих пор нет. Абсолютно никакой программы нет. Которая могла бы поддержать вот эти проекты. Из-за этого я, из-за этого, извините, из-за этого я просто вот пошел вне рамки Латвии и нашел инвесторов, которые будут сюда вкладывать деньги, да, под солнечную панель. Латвии даже банки не могут профинансировать всего 100 миллионов проект. Ну, никак. Вот, вот вам мой ответ. Никто про это не думает. Ну, я бы добавил, что могло бы сделать государство. Да вместо того, чтобы выдавать деньги, было же в свое время Латвия с газа, которая значительной долей капитала принадлежала государству. Государство имело возможность контролировать цены. Ведь не секрет, что Газпром продает сегодня газ изначально по 600-700 евро за тысячу кубов, а мы получаем от Латвии с газа получаем по 2,5. Ну, сейчас быть бизнесменом в этом плане очень просто. Если бы эта компания так и осталась с долями государственного капитала, то можно было бы цены регулировать, поставить разумную на цену на все это дело. Это первое. Второе, ну, хорошо, мы говорим, там, ветвяки, я согласен, солнечные панели, ветвяки, хотя там экологических вопросов последствий от ветвяков и солнечных панелей, извиняю, сто раз больше, потому что через 5 лет эти солнечные панели надо утилизировать, технологий утилизации нет. Ну, хорошо, ты сейчас скажешь, 10-15, я не буду... 30 лет они работают. Хорошо, прекрасно. Но я хочу сказать, рядом, давно известно, что атомная энергетика, она гораздо более эффективна, энергия более дешевая, она очень безопасна, имеет практически нулевое влияние на СО2. В Беларуси открылась атомная электростанция. Что сделало правительство? Байкотирует эту дешевую электроэнергию. Мы покупаем откуда-то из Норвегии, там, я не знаю, из Финляндии электроэнергию, а дешевую мы байкотируем. Ну, ребят, ну, так можно далеко заехать. У нас трое, мы уже вот... У нас уже есть решение. Сергей предлагает атомную энергию. Я солнечную, витерную. Наверное, с каждой части по чуть-чуть и вы решили бы эту проблему. У нас между тем есть звонок. Здравствуйте, доброе утро. Добрый день. Добрый день. Начну со слов признательности радиоболком и нашим экспертам за их очень нужную, важную работу. Спасибо большое. Такой вопрос. при проведении ремонтных работ в рамках трехсторонних договоров мы столкнулись с тем, с необходимостью технического надзора за качеством проводимых работ. В прошлый раз я спрашивала и отвечала, уважаемый эксперт, что да, почему бы и нет. Но можно заключать договор. но так технически это делается. Делается ли вообще в Риге, привлекаются ли специалисты по технодзору в таких работах и как это оформить? Может быть, знает об этом много Айва. Спасибо. Спасибо. Привлекается, как любой специалист. Так же, как вы выбирали строителя у себя на своих работах. Если я правильно узнал голос, это было утепление крыш на Бривос. И таким же образом технодзор выбирать с тех, кого вы знаете или про кого вы слышали, просто берете список и выбираете тот, кому вы доверяете, кто нравится, с кем вы договорились, о цене и так далее. Как любого исполнителя. И так же, если дом под РМП, так же заключается трехстранный договор. Вот и все. Алина, то же самое. Я бы немножко ужесточил позицию Айвера в том плане, что мы когда говорили про технодзор, по крайней мере, я всегда говорил, что это необходимое действие при ремонтных работах, это привлечение технодзора, такое же, как гигиена, мытье рук и так далее. Без этого вообще-то нельзя вести строительные работы без технического надзора. Сперечный специалистов, которые имеют право производить технический надзор, находится в информационной системе, строительной информационной системе. Привлекаете любого, но, по сути дела, наличие этого специалиста в этой системе показывает, что он полностью компетентен и профессиональный. Важно, чтобы не вышло так случайно, я бы сказал, что он очень тесно связан со строительной компанией. Вот это нежелательно. Во всем остальном обязанности строительного надзирателя проверять технический процесс, технологический процесс, качество строительных работ, удостовериваться, что все необходимые этапы строительства произведены и выдавать соответствующие документы. Таких людей полно. Заключают, как их привлечь, просто заключается такой же договор, как на строительство, такой же договор на приведение строительного надзора. 6-7-212-93-9, еще один звонок. Сделайте только радио, пожалуйста, потише. Я прошу прощения за доспочность. Это ведь должна работа технадзора, специалисты технадзора должна оплачиваться. Значит, должны ли мы уже предусмотреть в планах на следующий год параллельное подключение каждой работе оплату специалиста технадзора? Вот это вот детали, извините, может быть, вы не знаете. Конечно, должны. Вы же не можете из воздуха оплачивать. Это платная работа, она не столь дорогая, но она платная. Зачастую в зависимости от объема и с должности строительных работ, она, эта работа расценивается либо в человеке, ну, в специалисты часах, либо в проценте от смертной стоимости работ. На это вы можете поинтересоваться, вам специалисты скажут. Да, конечно, деньги надо предусматривать. В зависимости от реализуемого проекта, они могут быть очень серьезны. в случае такого активного дома, как ваш, я думаю, что правильно было бы выбрать одного технодзора, который постоянно надзирает ваш дом, который уже знает ваш дом, все его системы, и тогда по мере необходимости вы его вызываете. И просто вы сразу договариваетесь, каким образом будет оплачена его работа по часам, скажем так, точкам строения, строительства. там, где что-то вы там производите, какие-то ремонтные работы, или же это от сметы будет зависеть, чтобы и вам легче было предполагать сметы следующего года, чтобы есть позиции работы, а есть технодзор, потому что технодзор сразу может подключиться в тот момент, когда строители вам подают сметы, потому что он может определить объем и также помочь в определении объема работ, и чтобы вы легко могли сравнивать те сметы, которые вам подают исполнители, то есть это уже такая системная работа, я думаю, вот в ситуации с вашим домом именно так нужно делать, где дом активный, каждый год проводит несколько больших работ, там без строительного технодзор никак. Так, еще звонок или здравствуйте. Извините, большое спасибо экспертам за их помощь, огромное спасибо, спасибо, спасибо. А тут пришел еще, такой очень конкретный вопрос, можно ли в доме, где стоят однофазные счетчики электричества, поставить трехфазный счетчик, подключившись напрямую к трансформатору в подвале? Можно при условии, что вы сделаете проект и согласуете такое подключение к Латвенергии. Дело в том, что на самом деле вы должны понимать, что есть общая часть имущества и стояк, однофазный стояк, при помощи которого сейчас запитывается ваша квартира, это является общей частью имущества, если вы хотите подвести к квартире трехфазный источник энергии, то для этого вам нужно получить разрешение в Латвенергии и согласовать соответствующие проекты, чтобы эту работу выполнила соответствующая ферма, которая имеет определенное разрешение. Это сделать можно, но это делается именно так, через Латвенергия, потому что сам счетчик и сам вот эта точка является собственностью Латвенергия, ее обойти нельзя, поэтому вам с адрес тиквус никак не обойти. Служим начинать оттуда, вы получаете технические требования проектирования, делаете проекты или каких-то технических проблем я не вижу. Так, и еще у нас есть вопрос, сейчас скажу, куда ты его потерял, так, ну здесь вот, я живу в муниципальном многоэтажном доме в приватизированной квартире, и я считаю, что ремонт квартиры это моя ответственность, ремонт общих площадей и конструкций дома ответственность города, прав я или нет? В принципе, в грубом приближении права, если не считать, что в вашей квартире находится отягощение в виде коммуникации общего оборота, в котором вопросится вода, горячее и холодное водоснабжение, канализация и отопление. Там, в пределах общей собственности ремонт должен обеспечить. Кстати говоря, перекрытие это тоже общая собственность. По-моему, потолок и сами силовые конструкции это общая собственность. Так что в вашей квартире я бы сказал очень мало того, чем вы лично владеете. Скорее всего, я бы сказал так, что вы владеете окнами, дверьми и косметической отделкой. и внутренней разводкой коммуникации, скажем так, отводом воды от крана до раковины или ванной и второй канализации. Так что здесь нужно очень четко смотреть. Принципиально, да, за внутренний объем отвечаете основная часть конструкции, она все-таки относится к общей части собственности. Ну, и тут я смотрю, что времени у нас совсем не осталось, вопрос действительно очень глобальный. Вопрос такой, какая ответственность распространяется на управляющей компании за несоблюдение обязательств перед владельцами квартир. Ну, я не знаю, стоит ли сейчас начинать, потому что у нас буквально одна минута осталась. Может быть, мы этот вопрос перенесем на следующую программу и с него начнем как раз таки. Вот, я благодарю всех тех, кто присылал вопросы, я смотрю, что тут еще продолжают поступать, мы обязательно, вот я все вопросы запишу. Ну, напомню, что программа выходит по понедельникам после 10 часов утра, на ваши вопросы отвечают наши эксперты, это председатель правления товарищества центр консультации собственников квартир, председатель кооператива БАК-2 Сергей Сидорко и эксперт с опытом организации руководства частных и муниципальных домоуправлений Айвар Гонтарев. Спасибо вам большое, всего доброго, до следующей, до следующего понедельника, до свидания. Слушайте субтитры,